Вы выступать будете? Да, планируем сегодня небольшой концерт. Смотри, снимай штаны надевайся влаги. Снимай трусы. Вы думали, что на день рождения группа Хлеб подарит вам свой пепитр? Хочешь спать? Тузить! Тузить! Я говорила, будет ребенок. Наконец-то я угадала! Я угадала! Я угадала! Все оказались вправо, вообще. Вообще, 90% людей оказались вправо. У нас будет мальчик! Это была важная штука, пойдем расскажу. Как-то вечером мы сидели, и ребеночек уже начал в животе у Лены шевелиться. Вася говорит, ударь маму в животик, если ты девочка. И там тишина. Она говорит, ударь маму в животик, если ты мальчик. И он ударил. И мы такие, смешно совпало. Получается, ничего не совпало. Не верится, вообще. Мы сейчас такие, типа, чего? Пацан? А как это будет пацан? У Васьки будет брат. Но она же хотела всегда братика. Да! Будет его защищать. Получается, люди проиграли, ставили на девочку. А надо было на мальчика. Я, кстати, победила. А кто там плакать сегодня должен после вечеринки, девочка? В смысле? Я вообще за мальчиком был. Переобулся, конечно. Ха-ха-ха-ха. Не-не-не-не-не. Ха-ха-ха-ха. Кукаяк будет больше, теперь больше будет кукаяк. Мы заполоним этот мир. Ха-ха-ха-ха. Вась подошла ко мне и говорит, я чуть не заплакала, когда узнала, что нас будет братик. Вот, я чуть не заплакала. Из-за мальчика. Из-за чего? Из-за чего? Я чуть не заплакала за мальчика. Было такое счастье. А теперь с именем думать? Голову умудрить себя. Вообще, я пока не знаю, что про имя. Это, мне кажется, самое сложное. Она сейчас приснит. У нас для мальчика было самое сложное имя придумать. Мы так и придумали. А, Артур. Знаком же есть. Знакомы сказали, что у них сын, когда родился, месяц был без имени. Он говорит, мы не могли понять, как назвать. Кстати, вот часто так, я слышала. А вот когда уже получаешься действие, тогда уже типа там... А, вот так. Пальцем не было. А вас как зовут, извините? Записывай. Я говорю, ну родиться, посмотрим тогда, какой пойдет. Вы должны определить, что там. Что там? Только не подсказывайте, пожалуйста. Аааа. Ааа. Хотите, я его... Ааа. Хотите, я его поправлю. Там дорогал. Ааа. Так его вытащили. Извините. Ладно, мы начали с первых участников. Давайте второй раз. Давай сюда. Первый блин. Вау, какое-то непонятное ощущение, такое чувство, знаешь, пустоты Не пустоты, а хорошие пустоты Я такой, типа, пытаюсь осознать все произошедшее Сейчас пойду на шаре, полетаю, шар какой огромный, ехаловый Мы домой! Спасибо всем! Спасибо! Как это есть? Классно лопается То есть, вы хотите, чтобы все были синими ртами, да? А где у нее ухо? Ухо, ухо уже нет Тест Ты этот, обзорщик еды, фудблогер Блин, вкусно Ой, ой, сколько тебе время? Сколько время, что? Что я вам скажу? Блин, я такой же хочу В финале нашего гендер-пати у нас, конечно же, нет Ну, хоть и без чего, правильно, без дэнс-баттла Все, Артур, иди покажи дэнс-баттл, пожалуйста Я не могу, у меня сил нету Знакомый мне группик Ты была лишь моя, лишь моя Для вас, а я слюна, тихная плачина Стоит, давай! Стоит, давай! Стоит, давай! Стоит, давай! Стоит, давай! Жмем на переодка Стоит, давай! Би-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-i-и-и-и-и-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-ii-i-i-i-i-i-i-ii-i-i-i-i-i-i-i Если бы мы были в Дубае, я бы сказал, босс. Все, вечеринка закончилась. Дед вернулся. Вечеринка закончилась, я свой ортопедический ошеник одел. Мы едем домой кушать, бабеньки, да. Завтра консервы хлеба. Еще нам сейчас с Федьей гулять. Ах, реально, с Федьей еще гулять. Я тоже буду. Всем так понравился праздник. Обожаю, когда в конце подходят. Еще все такие, так было клево, спасибо. Так здорово. И устроить такой праздник, чтобы все подошли в конце. Такие, ну... Да, так все, конечно. Да, ребят, конечно. Могли бы мы сегодняшний день проинтереснее провести. Ну, спасибо, что позвали. А сегодня у нас игра, да, причем на денежки. Мы сейчас будем кидать монетки сюда в стаканчик. И тот, кто его потопит, тот как бы и проиграл семейный бюджет. А проигравшему наказание придумает кто? Правильно, победителя! Похоже на то, что у тебя голос рекламный? Нет. Странно, ведь это рекламная игра. Почему ты все время это начал спрашивать? Ну, знаю, хочу, наверное, так, чтобы было, ну, вообще, как-то все. А я первый кидаю. Ну, ты взяла самую маленькую, вот. Прям бортик вон уже. Ой-ой-ой-ой-ой, смотрите, как вода уже там, ну, это, смотрите, по краям вот здесь заходит. Давайте, сейчас мама проиграет, а мы ей придумаем наказание. А наказание? Какое у вас сделано наказание, маме? Стоять, мама еще не проиграла. Надо 105 лет от масла попить. Нет, я сказала масмелло. Надо 105 лет от масмелло. Ну, а наказание мы придумали, надо съесть 100-500 маршмеллоу. Блин, жестко. Вась, как же тебе не повезло, что ты проиграла? А я не хотел какую-то из такой. Да нет, пей из бутылки. Мы же такие родители. Ты же нас любишь мороженое? Поэтому сегодня тебе надо будет съесть одну замороженную сырую картошку фри. Спокойно, спокойно. Попробуй, пусть он. Не буду. Да ты же и так ешь, ты же беременная. Пан! Фу, я гадость. Ну, в смысле ты обратно положил? Ты что? Эту пачку выкинуть надо теперь непонятно, кто это сосал нас с картофель. Ой, как кошмар. Кидать деньги в стаканчик, конечно, весело. Но лучше все же хранить их на карте, само собой, на карте Тинькофф. А особенно, если это Тинькофф платину. Ну, потому что это реально выгодно. Совершать покупки именно с кредитной карты. А потом ее вовремя пополнять дебетовой. Для оформления этой крышесносной карты в новом дизайне, блин, реально крутой дизайн, вам понадобится паспорт и минута времени. А взамен ты получишь кэшбэк до 30%, который можно тратить на оплату ужину в ресторан. Билетов на поезд, коммунальных услуг и много всего прочего. Например, кредитный лимит до 700 тысяч рублей. И доставят ее в день оформления. Переходи по ссылке в описании и оформляй карту Тинькофф платинум в лимитированном дизайне. Какая же ты, ну, красивая, да? Ну, а мы продолжаем смотреть влог. Сейчас обсуждаем то, что вчерашний стрим так неожиданно для нас. Ну, это был, по сути дела, наш первый официальный стрим. Мы его сделали ВКонтакте, показали все гендер-пати. Сейчас будет гендер-пати, уже совсем скоро. Мы выясним, кто же у нас будет, мальчик или девочка. Смотрите, у нас тут есть доска с голосованием. Васька, Лена, поздоровайтесь с подписчиками. Дэн, тут ключи оставили. Поздно девочку! Нет! 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 Создавляем! Батя, 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 Батя! И столько от вас, ну, я не знаю, кто именно смотрел из вас. Там же в Ашре даже упал этот стрим, из-за того, что было очень много людей. И приходилось перезапускать. И столько благодарного фидбэка. Столько людей были счастливы. Это такая уникальная возможность побыть с нами в один момент, в одном месте. Разделить с нами этот великолепный вот этап нашей жизни. Взрыв. И вы прям видите это с нами в прямом эфире. Короче, так круто. Мы так не ожидали, что это вообще вот так сильно понравится. Так что, может быть, теперь будем стримерскую карьеру начинать. Андрей, я жутил, роту тоже теперь будем это? С прямым эфиром. Прикиньте, кукаяки теперь будут стримеры. Ну, это кажется, вот, Надежда, вот на кого. Если она будет стримером. У вас ходит без стримера? Нет. Вот, вопрос закрыт. Мы продолжаем оставаться в ВКонтакте и на Ютьюбе. И где еще? И в Инстаграме. В Телеграме. И в Телеграме. И в ТикТоке. Мы блогеры! А, кстати, все проголосовали за то, что я АСМР сняла. Все очень сильно хотят. Просто там. Коще всего я снялась. А сегодня мы на концерт едем. Может, там по завтраку сняли? Не, я сейчас могу ставить, например, можешь сейчас что-нибудь заказать? Не, Вась, надо серьезный подход к этому. Конечно. Мы серьезные блогеры. Даже нам подготовка. Я напоминаю, между прочим, мы трендсеттеры года. Нам нельзя просто так взять ее. Стой. Надо хорошенечко подготовиться и круто снять АСМР. Я типа знаешь, как мы их сделали? Стой. 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 Здравствуйте. Спасибо большое. Угадайте, что вы привезли. Вообще не угадайте. Это очень тяжело. Что ты там говорила-то? Ничего не понимаю. Куда все испарились? Они существуют, да? Я же не это... Нет такого ощущения, что я хожу, снимаю одну пустую квартиру, а вы все смотрите и поддерживаете, как будто у меня есть жена и дочка. А, фу, одна есть. А куда вы теперь сиделось? Кто с ней вышел, она не возвращалась сюда. Заказал я капы. Меня их посоветовали. Термокапы. Но не для того, чтобы боксировать, а для другого. Кто выгадает, чего напишите в комментариях. Пап, знаешь, как я могу сделать? Я смотри, как могу. Я могу вот это окрыть и типа вот так делать. Мама сейчас мне наклеит ногти на кон... А, покажи. Что там у тебя? Да, и я типа буду это делать. Друзья, это же шарик из нашего барбершопа. Знаете, что произошло важное? Прятки. Достали последние прятки. Держи их. Все пять человек, которые должны были быть в барбере, набрались, и у нас есть теперь пять участников. Но я подумал, что я хочу не только из барбершопа взять пять участников, а я хочу, чтобы еще у нас вот несколько подписчиков как-то попали. Давайте придумаем, как можно вас позвать к нам на прятки. Если кто-то не на нашем городе, он может прийти сюда. Ну. Все. Я тоже думал, что мы можем взять, допустим, троих человек. Если кто-то даже не из Москвы, то мы можем, наверное, оплатить там перелет и проживание. Чтобы это прям было эпично и круто. Поэтому я прошу вашего мнения. Давайте подумаем, как можно было вас взять в прятки. Как это мы можем сделать? Какой вот, знаете, чтобы это был не запарный еще конкурс, чтобы это было легко? Но вот напишите в комментариях, как вы думаете. Потому что я подумал, что я хочу чуть-чуть по-другому сделать. Клево, что мы набрали пять людей, которые пришли в барбершоп. Но не у всех же есть возможность прийти к нам в барбершоп. Просто, в конце концов, кто-то не живет в Москве. Или кто-то не стрижется. Может быть, девушки хотят попасть к нам в прятки. Сто процентов же девчонки хотят попасть, да? Они не стригутся в барбершопе. Это как-то очень сильно ограничило. И у нас пять парней набралось. В общем, давайте придумаем решение. А что там про ASMR-то до конца? Ну, я могу сейчас вот это. Мама мне сейчас наклеит ногти. Я буду вот так, да? Договорился с Артуром. Мы снимем тебе самый топовый ASMR. Мы посмотрим примеры. Он вчера начал еще загоняться про звук 5.1. Я говорю, стоп, стоп, стоп. Мы снимем, как у великого ASMR-гения Гоши Карцева. Мы снимем, как у Гоши Карцева. Все будет красиво и профессионально. Нет, я имею в виду, что мы возьмем пример по техническому. А то, что ты будешь там ASMR-ить, ты сама выберешь. Короче, это твоя идея, я в ней не секу ничего. Так, ну что же, мы собираемся уже на концерт. Ну, как собираемся мы? Я собираюсь больше. Я сейчас поем макароны и поеду. Сборы. А девчонки делают прически. Косы делаю с водичкой. Глазинка. Мне нужно, чтобы ты замерла. Дорого берешь? Да. Смешно, да, спасибо. Смешный ответ. Ну что же, я закончила. Я заплела. Мои кошки. Косы. Зацените. По-моему, шикарно. А теперь я прочитала лайфхак, что вот эти вот каниколон надо выпрямить. Выпрямительный для волос. И он станет более блистящий. Сейчас мы это проверим. Вась, так какой соус ты любишь больше? Сырный? Да, девчонки, ну что же, хотите сделать игру, где будет какой-нибудь... Походишь сейчас голос на рекламу? Вообще нет. А чтобы получить приз один, какой-то новый, вам надо избавиться от каких-то старых, ненужных своих вещей. Это может быть игрушки, косметика, техника, что угодно. Но главное, вы должны быть убеждены, что это вам не нужно. Кто наберет больше старых, ненужных вещей, тот победил. Все правильно сделала, Василиса, уже время пошло. Можно куда-нибудь там укладить? Ты же купил это неделю назад, вафель. Старая, ненужная, ты сам сказал. Скоро и меня она так положит в такую кучку. И вот это? Последние 20 секунд! Что делать? Чужое, можно брать? Мать, как тебе моя кепка? А где можно купить? Кукаяка. Моя кепка. Вась! Ну, пап, я хочу купить. Все, все, можно я сразу скажу, что победила Василиса! Набрала очень много ненужной старой техники, которая, на самом деле, вся моя и мамина, и она нам очень сильно нужна. Чтобы не расстраивать человека... Победа! Честная, честная, настоящая победа. Проигравший убирает все вещи обратно. Что за несправедливость такая? Беременная? Тут началось вообще, друзья, знаете, какие-то отбаски пошли постоянно. На время посмотрел? Длится уже сколько? 4 месяца. Она все время говорит какую-то одну и ту же фразу, что она беременна. Да, кстати, старые игрушки, Вася, мы тоже выкидывать не будем, а их лучше куда-нибудь отдадим. Тому, кому они нужны. Потому что так лучше для нашей планеты. Это я не сам понял, а мне подсказали ребята из им видео и Эльдорадо. Там можно сейчас так с техникой сделать? Друзья, сейчас в моем видео Эльдорадо проходит эко-распродажа. Они бесплатно утилизируют старую технику. Она новую дает скидку до 30%. Прикиньте, даже старый холодильник можно им отдать или кондиционер. Ну короче, любую технику можно не выкидывать, а обменять на скидку. Акция продлится до 24 июля. Так что, если хотите обновить технику без вреда для экологии, это отличный шанс. Анатурио, а тебе куклы нужны? Васина, просто я обещал куда-то пристроить, а куда не знаю. Ээээ... Ну, да пригодится? А зачем мне тебе пригодится? Гендер-пати, день второй. Сегодня мы будем выяснять, кто же лучшие артисты в городе Москва. Вряд ли это мы выясним, но концерт будет группа Хлеб. Сейчас уже едем, девчонки еще остались, сделают причесочки всякие. Вот, а мы с Артуром уже выезжаем. Вон наш... Нейбах. Мне знаешь, что напоминает? Ты едешь и снимаешь, и мы едем в Майбахе. У меня все время одно и то же, как мы снимали один день из жизни рокера. Помнишь это видео? Мне кажется, кто сейчас это смотрит, они не знают это. И хорошо. И хорошо, Артур. Слушайте, правда красиво, посмотрите. Это вот хвост, который я выпрямила, а этот, который еще не выпрямил. Они прям более мягкие становятся и очень красиво смотрятся. Крутой лайфхак. Ну все, по-моему, просто красотища. Ну что, довольна? Мама сделала красивые косы в этот раз? Да. В тот раз ты... Ну как-то один балл поставлю. А сегодня сто пятьот миллиардов, девяносто сто пятьот двадцать семь миллионов. Я так рада. Я так рада, что тебе нравится. Давай пять. Это значит звезда 30+, когда ты уже сам идешь просто. Да, я иду уже сам. А еще на моем концерте аниме-фестиваль. Посмотрите, здесь джокеры ходят. А может просто наша целевая аудитория поменялась? И я что-то не знаю. Смотри, какие люди. Тут даже человек-паук есть, смотри. О, а там правда сцена? Вы выступать будете? Да, планируем сегодня в небольшой концерте. Блин, у нас такой конкурент, оказывается, аниме-фестиваль. Раньше конкурировали с группой Грибы, теперь с аниме-фестивалем. Напишите в комментариях, кто более серьезный соперник. Аниме-фестиваль или группа Грибы? Здравствуйте. Мам, ты меня ненавидишь? Ты что это такое решила? Это курс актерского мастерства. Ааа. Ну и Люся сказала. Теперь начнем плачать. Ты что, мы тебя любим так сильно. Не, Вась. Не получается. Видишь, слишком мы тебя любим. Станиславский где-то там. Вась, пойдем домой. Помогите, спасите. Нет. Помогите. Помогите. Люди добрые. Взяла в плен. Девчонки пока еще там кушают. Я решила выйти с Федей, чтобы после концерта муженьке не пришлось в коллекцию. А я думал это ваша гримёрка. С буквой Ж. А у вас будет гримёрка вообще? А вот она. Обзор райдера. У нас есть постельное бельё. Правда? Мы сюда в райдере у нас. Много полотенец. Жестко перетянутая пищевой плёнкой любая еда, фрукты или овощи, либо орехи. Немного мёда. Если на площадку нападет медведь, мы всегда как бы откидываем мёд в бок, и медведи уходят. Чай. И... От меня концерта сахара нет. Атмосфера приятная была. Мы вчера тоже таки доехали домой. И гости все знакомые. Только Артур напрягал. Артографы раздаёшь? Нет, почти. Ну мы, короче, поняли, что все крутые артисты, большие, кто собирает стадионы, как Басты, они выступают с пепитером. И поэтому мы стремимся к такой же величине и заказываем себе пепитер на некоторые песни. Может быть, хоть это поможет нам стать большими артистами. Это никак не связано с тем, что мы не знаем текст новых песен. Это связано исключительно с продвижением вверх. Я бы пометил пепитера. А вы всегда так выступаете? Да. Мы же, ну, это так все. Мы новые гориллысы. Знаешь, блин, вообще кто-нибудь знает гориллысы? Я знаю гориллы. Ну понятно. Да-да-да-да-да, да-да-да-да-да, оп. На, припаркуй. Давай. Я припарковал. Спасибо большое. У Дениса в ухе. Все, что говорится в микрофонах, слышать, вот в такой наушнике. Сейчас попробуем тебе зарплату повысить. Денис, повыси зарплату Артуру. Знаешь, что в этом месяце ты заработал больше, чем Артур? Это невозможно. Он так же вчера плакал и говорил. Я тоже, да? Андрей, я очень плохо. Андрей, ничего не получается. Мне кажется, тебе надо уйти из рэпа. Давай так. Я так пришел. Я так всегда. Это рэп-дедовщина. Жестко изменилось, да? Я предложил без футболки выступать. Я волнуюсь теперь из-за этого. Знаешь, как ты подпампился, ты отжался и просто покраснел. Больше ничего не произошло. И мне еще тошнит теперь. Ты хочешь запомниться нашим посетителем? Иди посоветуйся с ними. Посоветуйся с ними. Я уже не могу говорить поклонникам или фанатам. Можно вопрос? Без футболки кринч, если выступать? А сумку оранжевую семейную повешу. Хорошо будет? Да, все. Сейчас покажи с сумкой. Вот так, типа, интрига какая-то. Или без? Не, нормально, нормально. Вы мне не врали, да, точно? Я просто опозорюсь тогда. Ну что, что сказать? Да, иди. Если ты хочешь быть супер трендом, тебе надо Кирюхину рубаху завязать на пояс. У тебя акцент будет на торсе, потому что у тебя с ним все в порядке. У тебя там вот ромашка какая-то, куча татуировок. Это супер акцент. Именно на это сюда идет и все. Устроение точно поднялось. Я хочу сделать курс по моде. Смотри, еще последний вариант. Можно покажу? Да. Смотри, снимай штаны, надевай с ноги. Вот, доверься мне. В трусах. Доверься мне, да, в трусы. Не, не, давай эти штаны, второй, второй. Смотри, снимай рубаху. Снимай, снимай. Снимай. Снимай трусы. Спасибо, пока. Я помню, меня Дэн позвал в гримерку. Первый раз на концерт хлеба в Питере. В 2014, наверное, году. И я шел, волновался, у меня подмышки вспотели. А я был в худи. Я вот так шел, чтобы никто не увидел, что у меня подмышки вспотели. И думал, все, сейчас буду шутить, все, сейчас они меня полюбят. Захожу, а там ресторатор. А он тогда был суперзвезда versus battle. И меня просто язык проглотил, я вот так стоял, стеснялся. И я запомнил в тот момент, Кирилл сидел и маркером все слова всех песен писал. Я такой. А-а-а. Я думаю, откуда ресторатор? Я вспомнил, ресторатор же нам предлагал battle, да? Я говорю, давайте, давайте battle устроим. Подберем вам соперников, сделаем versus. Ну что вы отказались? Ну какую, ну какие нам versus? Хлеб. Он против Big Russian Boss нам предлагал, вот точно. Мы только единственное могли против кого успешно выступить, это против Окси. Есть такая тема, мы ему сразу сказали, либо Окси, либо ничего. И он такой, все. Спасибо. Вась, как мы будем делать? Покажи-ка еще раз. Вот так. Степ, 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 степ. Сань, давай. Так, а мы уже приехали и идем. Вась, будешь все песни танцевать? Спасибо. Насколько сил хватит. А сладенького взяли что-нибудь зарядку-то? Андрей, у тебя на входе футболку отобрали. Я очень счастлив, что мне Денис говорит, надо в трусах выступать. Вообще идеально. Папа, где комплимент? Вау, вау. Ну это невероятно, я же сказал сразу. Я говорю, вообще просто. Красота, страшные силы. Мама, молодец. Ты мне красивая какая. Здорово, Андрей. У вас таланты? Спасибо. Я монстр крик. Ааа. Нет. Кстати, а знаете, кто еще монстры? Те, кто не ставит лайки под этим видео. А вот это настоящий монстр. Илюха, Вась, давай. Давайте мы все вместе нападем на головы. Ааа. 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 Я вас спасу. Ааа. Я вас спасу. Ааа. Только я решил Андрея уничтожить с помощью детей. Ааа. И он пришел. Никому, никому не расскажите. Если на Артура кричать, он заплачет. Ааа. Милый, езжайте. Влог схват узнали. Пути. Ааа. 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 Нормально. Весело. А давай Андрей теперь так же. Меня никто не знает. Кирилл потерялся. Через три минуты, пять минут мы выйдем на сцену. С нами будет вот этот голубой сон. И он не про рыбу. Он про гирю. Ааа. Что ты будешь делать? Футболку хлеб кидаешь? Аааа. 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 Ааааа. Аааа. Аааа. Ааааа. Ааааа. Достал из антресоли Деппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппп Не-не-не-не-не-не-не Эй! 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 Станы! У всех есть, оаа! Майки и штаны, но на солнце Супер Пупер! Вы с нами можете... И-у-у-у! Так, ну всё, поехали. Я пою, вы со мной. Не-не, не так! Я читаю, вы со мной. Ты была лишь моя, лишь моя! Как громко! И мы вместе мечтали купить что-то в кузнецком мосту. Ты была лишь моя, лишь моя Сила, золото, секрайка, важно я тут Ей держу Плачу на техно, я плачу на техно Ты не сам, но все живи в сценарии Плачу на техно, я плачу на техно Слушайте нас, мы поддерживаем вас И все вместе мы будем еще много-много Очень лет сиять Ил вырос как конферансия Похлопайте этому подвязу, похлопайте И я тебя люблю, и садостью заберу И я тебя люблю, и садостью заберу Сияй! 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 Садостью я люблю, и садостью я Сияй! 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 Все, закончил? Я все, я домой Ты домой? Да, я поеду. Это Леонтьев? Я поеду, меня хватит. Я устал на середине концерта, я чувствую, что у меня кончились силы. Но толпа вообще, Москва бешеная, просто дает такую энергию обратно, что ух, мамы не горюй. Очень круто, но я устал, правда. Я такой, год без концертов, дает о себе знать. Кричайте, сам Заветский. Кричайте, сам Заветский. Всё на нём тебя. Ты века Улана, дэй, улана, дэй, улана, дэй. Улана, дэй, улана, улана, дэй. Я купил себя Орлан. И поцаре обожила. Шашлыла, 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 шашлыла. И поцаре, шашлыла. Вы знаете песни «Еду в Анталию»? Да! Кому-то нужен випитер сейчас, чтобы текст не пустил. Просто поцаре. Передайте, пожалуйста. Только последняя песня нам надо его вернуть будет. А, нет, не надо. Всё, забирайте. Снова текст не забыть сейчас. Передайте вот девушку. Вот девушка, девушка, белая, девушка, белая. Передайте. Дэн, дэн, подожди. Я же там под плюс пою. Да, так в этом, да. Забирай тогда обратно микрофон. Нет, пипитер у вас. О, где вы, где вы? О, где вы? Вы думали, что на день рождения группа «Хлеб» подарит вам свой пипитер? Да! Есть! Это сбылось. Желание сбылось. Еду в Антарию, проветрить гигитарию. Ищу себя Наталью, Наташеньку мою. Еду в Антарию, проветрить гигитарию. О, где вы? Я, я, я. Как тебя зовут? Света. Вы הlechtait? Да. Стоп. Поехали, давай. И вечно, вечно. Жара. Это далеко нету ран в Москве. Есть я! Есть она! Мы скульемся на берегу реки Оль. подарки подарю у тебя такая вибрация в живот идет у ребенка такая это Люся многодетная мать она самая многодетная мать давайте тоже обнимемся выросли что я не обещаю я не знаю а тут и все что он рефлектив и молот и красив что он рефлектив и молот и красив эмо 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 вы готовы все начнем Саня! 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 Уже никогда не было Саня! Саня! Тебя оцените на любой момент, ты проходит как Просто останавливайтесь, благодарите за то, что у вас есть, и будьте счастливы. Все будет хорошо. Эта песня называется «Вино». Субтитры создавал DimaTorzok «Вино» Ты такой молодец! Это было круто! Давай, что-нибудь скажи! Ушко! Было клево! Мы хотели сломать пепитер, они его подарили. Москва, вы просто... Сияй! Орел офигенно залетел А я не обратил внимания, я просто подвала А бабочку я не слышал, я слишком хорошо ее пел Старался, я не знаю что там они там типа Пели или нет, но Орел очень круто Сияй, и вот это вот Энмеркури Эйбо Смайти классно, что девчонки вышли И не растерялись и спели Очень круто А дети, эйбо вы офигели Когда они вышли Дети? Да дети это понятно Детям по наследству остаться вместе придется отрабатывать. Как тебе интервью? Устала? Устала? Хочешь спать? Тузить. Кусить. 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 Приехали с концерта папиного. Есть. Есть. Голодный человек. Есть. 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 Есть.